ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Даже сейчас век электронной музыки остается любимой. Приятно заметить, что на протяжении уже 20 лет этот фестиваль собирает лучших из лучших гармонистов Республики Мордовия, которые дарят всем нам самые приятные и добрые впечатления. Благодаря такому фестивалю мы узнаем себя, узнаем друг друга, узнаем культуру своих соседей. В начале большого концерта награждения номинации самые разные. Каждый был достоин своей награды за труд и невероятную любовь к музыке. Обладателем гран-при республиканского фестиваля конкурса народного творчества «Игра и гармонь» стал Прохор Рапин. Он же будет представлять Мордовию на второй всероссийской детской фольклориаде. Прохор юный, но очень талантливый музыкант. Музыкой он занимается уже 5 лет. Любовь к гармонии у него большая. Своему участию в такой важной миссии рад. Это большая ответственность и гордость за то, что меня выбрали на такую престижную роль. Я очень рад и сломаю. Более 170 человек приехали на гала-концерт фестиваля конкурса народного творчества самому маленькому участнику 3 года. Напомню, что 2024 год президент России Владимир Путин объявил годом семьи. К этому и был приурочен фестиваль-конкурс. Среди участников были и семейные ансамбли. Порой музыка не просто объединяет, но и передается из поколения в поколение. У нас дедушка занимается музыкой, играет Федор Яковлевич. И внуки у нас следовали, естественно. Есть у них музыкальный талант. Многодетные семьи – это гордость республики. А самое замечательное, что родители и дети занимаются одним делом. Взрослые братья и сестры показывают хороший пример младшим. Но все же большую роль в прививании любви к музыкальному творчеству играют наставники. К счастью, такими профессионалами Мордовия богата. У нас есть детская школа искусств, где у нас есть преподатель Турусов. Он очень хороший преподаватель. Ну и вот дети потянулись к нему. Один пошел, вторая тоже пошла. Стали играть. И как-то вот понравилась гармошка. Поэтому и я тоже втянулась. Потом Кристина и маленькие тоже. Приятно, что с каждым годом на сцену с любимым русским инструментом все больше тянется молодежь. Каждый из них талантлив и виртуозен. Нельзя было обойтись и без национального колорита. Номера отлично вписались в концертную программу и добавили яркости гала-концерту. Валерия Новикова, Владимир Надькин. Народные новости. Субтитры создавал DimaTorzok